номер 547 события дня деяния 18 но вы примете силу духа силу когда сойдет на вас дух святой 12 за 12 6 2017 как раз было 12 правильно у какие события у нас были вчера необычный день был первый день как приехали дети такой день уже после воскресенья как назовем рабочий у нас неприятности были зимой оказывается бобры попортили фактически четыре плотины и особенно сильно попортили южный так называемый рыжковский там жили рыжковы она приезжала сюда и в такие титов на вот замужем была на за потеряем основателем потеряевки фамилия потеряева за иваном нефантович по правильному то назвать вот этот пруд они прокопали вода ушла полная набралась и там рыбу теперь еще не развести но я приезжал тут на несколько дней мы за полтора дня сумели запечатать его даже если раскопать и вчера мы 19 человек там работали дети все работали хорошо и все это заснято через неделю допустим полторы недели появится в интернете может быть но если бог даст живы будем и господу угодно будет как работали на этом пруду это событие девочки там все пришли лица красные но на солнце были городские то какие они нежные и вот глину копали носили сеном перед трясли дальше все это поливали водой и дальше долбили и долбили трамбовали но и думаем что удержится теперь нанимать и теперь мы подготавливать начали свои 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 видимо не сто двадцать там как я думал а может быть сто шестьдесят свай надо по метр семьдесят на первый мостик там я в прошлом году мы делали все прорвало но мы и делали время на что проехать на второй мостик а теперь хочется делать постоянно постоянно так чтобы как вот я смотрел в угол в горах там горная река идет она по камням идет углубление и там проезжают по воде там на конях там всякой чтобы не прорвало как это сделать и вот мы думаем так и сделать приедет бульдозер нанимать придется это думаю что обойдется не в к не в один рубль надо готовить около размахиваться на 200 тысяч рублей доставить только 20 с лишним тысяч стоит любой же бульдозер ну и каждый день минимум 15 тысяч на кон вот так это событие вчера мы начали уже заготавливать эти сваи оказалось очень хорошо роман малыш пилил я стоял с меркой выбирали какие деревья а клен называет американский клен это сорное дерево она везде растет на него никакой лицензии брать не надо вот так ну и уже около 60 вроде бы спилили но даже не 60 пусть 50 все равно если сегодня он пойдет роман согласиться у него время мало нету со своей дружбой пила дружба называется то мы еще сотню то сегодня свои могли бы сделать потом их перевозить надо где-то разгружать это дважды она родилась чтобы не вести туда там ходить туда там отдельно человек будет ну поговорим как их все надо заострять опиливать концы свая а потом кувалдой загонять но что кувалдой много ли сделаешь если бывает до 20 сантиметров диаметр попробуй забей ну кувалду еще там ну думаю будем делать как мы потом стягивать между собой заполнять таким который не размокает строительный какой-то большие вы были валуны положить вот как в горах то вот но это у нас тут еще такого нету валуны это навозить надо поверхность этого покрыть что водой а вода сильно идет она размойт выкинет наш мусор но не знаю чем заменить так и вот мне владислав маращак сбрасывает материала очень хорошие материала почему наши святые не всегда удачный пример для подражания вот заголовок такой я показываю здесь где именно можно прочитать про это а я всегда об этом говорил что они стилизованные но он говорит как вот такое там а тем тем более не узнаешь что подписали возлюбил от юности александр невский от юности там жизнь святую молитву ну зачем лгать я говорю описал об этом давно уже писал это в книгах у меня отображено от юности возлюбил он скакать на коне махать там мечом любил родину свою ну и проще все такое то ну зачем вот это ну придумывать то и вот жития стилизуется все это подмазывается и там комиссии избраны люди которые о это не пойдет она матрона обличала священников нет не пойдет а когда читаешь дневники которые сохранились но действительно не похоже на живые просто ну иконные лакированные ли вот он такой был древние сохраняли ты прям сирен был раздражительный гневливые от продроздова филарета он говорит на священник один архоменко и константин кажется звать его вот он гневливый был и одного там посоха влупил просто священника бил потом каялся но это все о нет это не пойдет а почему не пойдет как я грешный человек все там уже ну другие это пишут там священники другие это игнатий все равно канонизирует вот породит лет сто или пятьдесят да нет больше меньше и что не понравится то выкинуто остальное было что трудился занимался с детьми это молитву бог отвечал и какие были откровения и сидел там в тюрьмах и там пропаду сколько людей обратился как профи доктор богословских наук павел бочков пишет тысячи людей пришли ко христу но это митрополиты выступали остальное говорит за бортом когда начинаешь говорить и повышенным а что ты на меня кричишь первое я плохо слышу а плохо слышащий должен свой голос слышать и поэтому я могу говорить тихо ты скажешь тихо я стал говорить как-то на собрание счетах тихо говорить я аппарат надел слуховой а когда аппарата нету я говорю громко так это уже ну кто плохо слышащие то они это знают просто я не замечаю этого я просто разговариваю а сам прислоняешь и каждому говорю говорить и громче он пишет сегодня ночью под щитой перевернулся автобус с паломниками 12 верующих погибло они возвращались из крестного хода от чекойского монастыря там была наша знакомая девушка вика 17 лет дочь священника с переломом в грудном отделе позвоночника она была доставлена сан авиации в улан-удэ до сих пор идет многочасовая операция ее мама татьяна также получила серьезная травма просим ваших молитв их семья стеснена в средствах поэтому организуем сбор на карту библейского кружка пожертвуйте ради христа это данные держатель карты павел васильевич успенский все реквизиты указаны на специальном сайте храма на странице такой-то еще на этом сказать горе по мои помоги господи этих упокой в обителях небесных ну я от себя скажу никаких крестных ходов не надо никуда ездить не надо в общем дело то я все время говорю об этом это ничего не дает лучше занимайтесь словом божьим помогайте ближним работайте работать до пота как у меня стихотворение есть вот чтобы оставить след отчет сидите едет приехал здание не приезжали сколько раз греции томс израилей бесплатно бесплатно для вас там уже решили оплатили бесплатно меня вызвали ну приглашение митрополит виталий в канаду пригласила теперь митрополит иларион капрал он в америку бесплатно по миссионерскому фонду но бесплатно то бесплатно все же платили где-то я до того не люблю это слово бесплатно то есть как это бесплатно но для меня ну и не знал ехать не ехать везде спрашивал один так другой так там говорит а я в это время вел занятия кажется в пяти университетах и везде задавал аудитории то большие были по 700 человек это не аудитория яхтовые залы было ну скажет хвалится еще хвалится если не скажу это будет лакировка какая-то были разные моменты то и спрашивал студентов там и преподаватели а я профессорский состав когда туда вы там выступал потому что ректор был исключительно расположен и стеклеев владимир ну вот видишь что тут будет сестра шесть часов татьяна капустина проверяет меня живой не особо встал вот начнешь делать она спаси его господи вот люди которые но библии то не знают они думают это хорошо это хорошо надо во свете библии смотреть и что не по библии подвергать рассмотрению уже и вот в житиях святых я их начитывал на пленке у меня катушки были разошлись они буквально по всей стороне магнитонизации все я сибири россии советского союза статья была такая ну еще сказать вот поехали я приехал в америку выступал говорил жил в синоде жарда английском монастыре где бы я не был и возвращаясь они меня спрашивают там и епископы и священники чего они так ко мне расположены были господь так делал понравился нисколько там по скаутским лагерям там где еще повезли я был в одном или не знаю в одном где-то не понравилось но не понравилось я ваших воспитателей даже к своему я же начальник основатель детского лагеря но тогда меньше было прошлом году было 45 лет уже это стаж а почему я отвечаю почему действительно мы тоже думали об этом этом постный день едят молосное священник перед плагом на вытяжку чё это про масоненная страна то что спрашивать то главное антихристы там воспитывается может быть где-то ну вот а потом я вернулся жарда английского монастыря они ко мне там в синоде за столом сидим митрополит виталий это за ну понравилось я говорю понравилось он наконец-то по а что понравилось я говорю ночные молитвы то что что у меня есть в чем я нахожу великое удовлетворение наслаждение братья на тракторах работают пекут печь а я печник посмотрел как печи сделан 40 лет печником был русская печь но и меня вызывали где-то просворни пищи делать в красноярский край ну то что я знаю а что не знаю там понравилось у владимир русака жил я или не жила был ночевать меня он отвозил в монастырь жарданвильский вот понравилось открытося ну когда я говорю вот ну нашел что хвалить я говорю ну то действительно я молился всегда рядом с митрополитом виталием он почему-то был очень расположен ко мне и как он молился и мы рядом стояли и молились храме у него такая загородка как бы была опираться на что пожилой был а там у него роснянская была людмила она меня не взлюбила в дребезги ее как-то не было он начал давать литература там где-то у него хранилище хранилище было так на втором этаже и он вытаскивает там сам сам вытаскивает берет там той журнал такой да а я говорю у меня же брат священник то он по два экземпляра моя тут пакую прямо на лестничной площадке то около двери то коробки то и вот она явилась и кажется не должна была при тебя пришла как она на меня сразу она меня очень не взлюбила вот а кто вам разрешил я говорю владыка она зашла к нему и хотела повернуть назад и видимо не получилось хотя говорят он ее слушался а тут не получилось и она ладно забирайте все да больше вроде слова не приходите такая крутая прям кажется баба-бомба как я бы назвал ее ну прости господи если я не осуждаю просто как говорю и вот этот я начал то права профессора и стигнеева а он там доктор наук студенты 21000 студентов у него тоже коллектив две дивизии две дивизии полных и проректор по на счастье семкин борис васильевич очень расположен а это главное идет в коридоре где-то встретиться студента полно он обязательно ко мне руки раскинет по сторонам идет а сам высокого роста этот ректор и в стигнеев владимир васильевич обнимет поцелует поклонится вот так и говорит я преклоняюсь перед этим человеком на меня ну представьте профессорский состав там огромная там аудитория и он перед всеми людьми встает меня приветствует и но это вообще и начнет говорить что-то ну я просто говорю о паломничество и группа я поеду туда в первых я никого не знаю дальше никому там возвестить некогда там определенное место куда-то ехать здесь я везде выступление имею выступление я выступал где-то большой такой был как назвать подиум или что-то в америке а в зале сидели в первом ряду митрополит виталий устинов и он главное быстро встал по ступенькам поднялся такой живой бодрый у меня микрофон из рук вот я вам говорил вот наконец-то вы слышите человек приехал говорит тоже самое вы не слушаете но я за строгость за строгость какая молодежь я уже видел где-то опять повернулся бодрым шагом таким сухонький сел на место а потом опять я в то время выступаю опять поднялся микрофон у меня из рук но что это честь но я считаю за себя по-человечески честь почему потому что митрополит во первых а во вторых я его полюбил и он ко мне очень расположен такую грамоту еще до этого пока не приехал девяносто первом году на кирио пасху было седьмого апреля прислал грамоту на всестороннюю проповедь благословения и она у меня есть на бланке со штампом с подписью и вот здесь он как раз показал их и моей памяти он ну если я буду говорить опять у него были недруги был очень сильный молитвенник когда я тут сказал мне ну ну не буду уж говорить кто это воспротивился то но и знатный человек очень знатный нашли тоже молитвенника то есть не расположенность к русской православной зарубежной церкви как-то вот отбрасывалась и на это считаю неправильно вот если мне кто-то не нравится я не за коммуниста по не менее я готовился их убивать террористом готовился стать готовился день и ночь готовился что у меня было так что я бы был в команде дудаева первую очередь там шамиля и прочих но нужно правду отдать если человек такой я к нему не очень допустим где-то к самому расположено дело которое он делает это меня очень трогало всегда и поэтому ну старался уже быть очень внимательным не то что авторитет его сохранить поддержать ну чтобы было понятно что мы в одной упряжке и вот здесь именно молитва когда он молился я украдкой для ну ну рядом бог а бог я его задеваю рукой стою и как он молится и как он говорил слово митрополита я просто полюбил а и он платил взаимностью или я ему взаимностью когда обедали там то-то у них порядок такой каждый встает к ракове не подходит там вода течет теплая видимо сейчас уж не помню это 92 году я был июль август 92 и моет свою тарелку которая ел моет а я эти сам это тоже не касалась и приглашение были где там сильно они хотели меня там руку положить прямо я никак стал доказать другие молчали это кто-то епископы были священники и но он говорит видимо такое где для вас ход будет закрыт если будете священником ну значит ваша планета такая быть вот среди этих я все воспоминания говорю события они связаны вот с этим именно паломнической не надо меня приглашали ехать в израиль оплатили в там на фон никуда не поеду и не поеду даром даже даже сейчас вы раз и я там оказался это делать ничего молчуны батюшка бой отец айки мой брат родной протеерей там был и говорит там поговорить не с кем идут молчком у них заповедь такая за столом ну тут уж понятно считается жития святых и так далее вот и тут он пишет страница какая куда деньги пожертвовать помоги господи болящим тут только молю молю моли 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 и дальше он опять пишет кстати лев николаевич толстой посылал одобрительное послание боксерам а то есть боксеры не на ринге а в китае убийцам китайских святых новомучеников в которых хулил христианство и христиан не считал я про это для меня это новинка посылал приветствие китайскому императору когда русские воины погибали при штурме пекина а чем там было делать я не не о чем то говорю только штурме зачем тем более если христиане никакого христианства то не было то особенно пишет канонизирован николай касаткин просветитель японии когда пленных там понавезли ничего не знают совершенно языческая страна была потому что набирали то из народа отовсюду там не то что там за кого-то области татарстана набрали но и вот еще владимир путина балами вот тут константин королёв из америки пишет прошлом году из канады он и замени из америки из канады у его сын тут был и горка и вот но и уехали он уехал когда забрал за ним при привез его а потом забрал прицепи это сколько у него пересада где-то в париже лиги там сюрихе самолет принимают потом оттуда берет билет у него заказан в москву из москвы до барнаула а тут уже такси ой 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 какой расход и однако он не нашел лучшего ничего как оттуда привезти ну мальчик требовал внимания у меня своя система воспитания то не все нравится не нравится мне у меня наказание есть адекватная адекватная называется вчера у меня только на работали мы на пруду рыжковском я двоих наказал и разобрали обижаетесь нет не обижаемся это все будет выставлено а что-то как наказали но там березка стоит и ну раз человек мешал работать я сказал пять раз туда и обратно сбегать чтобы он трудился он не приученный работать видно совсем никакой мальчишка привезли никакой но расшевелил вот такое дело и вот уехали уехала ты и горка и всю зиму ни слова никакого нету думаю не понравилось и вдруг они пишут приезжает мать их мария и с ним еще там лиза еще какая-то девочка сестренка и егор конечно теперь уже их четверо будет и вот он пишет сегодня ночью игнать тихонович моя дочь и лиза занимается музыкой ей желательно не делать больших перерывов будет ли возможность найти пианино в потерявке и время для занятий мы готовы заплатить конечно я пишу платить ничего не нужно вы уже заплатили вашим искренним желанием дать детям лучшее дело в том что сейчас здесь находится уже приехала из города с матерью гариной александровной и наша сестра ливия загуляева ее две сестры леонида и агния и их брат тараси все они учатся в музыкальной школе как я понял но играют на разных инструментах кто на скрипке кто на гитаре а ливия на портепьяно ливия имеет более 100 похвальных листов наград когда побеждала в различных музыкальных конкурсах занимая первые места в исполнении классических творений различных мировых композиторов и тут она ходит почти каждый день кустиновым и там играет на пианино но у нас есть еще несколько пианино кажется в трех домах так что вашей дочери тут как раз и нужно быть пока ливия не уехала ну и взял по немножко посадка болевский прелюдия ле минор где она играет там или черни это видимо композитор какой опус 299 этюда 24 39 что и номер первого гостях у загуляем музыкальные тропы а то там что я был у них это событие ну как всегда показать наши ресурсы да и сочтите что может быть не то от нас ожидает вот это особенно люблю это мой мир где я в шапке только сюда писать писать тут вверху написано к истине два собачка mail.ru mail.ru вот это тут почта если вот это вот все твиттеры фейсбуке я назову живой журнал одноклассники вконтакте у меня везде странички есть модератор завели я нигде не бываю они мне страшно не нравится но мой мир его уже тут обкарнали кургузы многое отняли от него видимо по указанию властей потому что безобразничали и и все равно остается лучше даже в таком состоянии обрубленном но здесь у нас что видео только 6133 наших видео наших и фотографии 18758 как раз здесь фотографиями с митрополитом виталием стою и рядом митрополит и ларион но тогда был епископ он и вот здесь вторая фотография тут он приехал к нам митрополит серьги местные московской патриархии его отзыв обо мне я сижу с книгами и тут с митрополитом на берегу пруда сидим и дальше арестованы меня ведут снимки то снимки богатые хорошие дальше и у нас есть ленточный форум православный форум гнати лапкина вот ресурсы такие очень богатые 1600 тем разных но и канал во свете библии православные открытым оком вот здесь и тут у нас 7000 кажется 350 роликов 7000 по плейлистам раза разобрана тут ну все как надо как бы так сказать и вот последнее что было последнее событие но здесь оставить не могу отсылаю в город или было даже в разных городах модератор этого администрация на человек 12 команды они ставят а я только снимаю замки вот она замок толкование фефилакта вот здесь тоже еще но и благодарение богу еще наш большой вот во свете библии православный библейский сайт здесь вопросы и ответы и сейчас у нас вопросы и ответы больше шли это ну из папки в война там 55 папок о войне именно такой вопрос задают 1481 пятый том открытым оком у меня их 33 тома 30 бумажном варианте каждый том 752 страницы когда призывает на службу в армию то власти совершенно не смотрят на то веришь ты или не веришь бога им глубоко безразлично все и они любого даже монаха могут забрить и забрать барби его подрясник в один заменить в один день заменить на гимнастерку и кирзовые сапоги или монашескую косичку выбросить в мусор как остаться верным и богу и быть послушным гражданином своей родины которую ты любишь а то очевидно мне студенты задавали в университетах записками ответ сегодня власти уже начинает присматриваться к тем кого они рекрутируют и даже норовят из этого иметь выгоду моего племянника алёша устина вон здесь живет потерявки из новосибирска год назад призвали и хотя он вроде бы мог по каким-то болячкам откосить но у нас это не принято парень красивый рост и вырос старообрядческой семье не пьет не курит не наркоман и послушный и улыбчивый про него из ванкомата через домком расспрашивали даже у соседей а потом забрали в москву президентскую роту служить он пошел и оказался способным ухаживать за лошадями куда его и пристроили ну и дальше я пишу его адрес поселок калинине смоевская часть тысячу пять не жалуется никакой недовщины нет и в церковь не запрещают ходить конечно всех не устроишь по таким конючим и сенарником и коровником а его брат роман только что служил на севере где поставили ходить за коровами и доить их и вынес эти тяготы с радостью потому что работящие родители детей труду приучили и он скотинку любит но у христиан есть евангелие по которому они должны жить если законы мирские посягают на наше христианское вероисповедание то мы должны предупредить власти что в этом случае их законы недействительны вот как это выглядит наш брат идет военкомат и подает такое вот заявление только это надо так вы можете написать соответствующими поправками на свой статус это я ответ даю студентам но только это надо где-то за полгода примерно раньше до призова справка в районкомат центрального района города барнаул это где я живу я ир монах на фанаил скобка судников николай николаевич 1974 года рождения являюсь за штатным клириком и шимско-сибирской партии русской православной церкви за границей членом барнаульской крестовозвиженской общины как христианин а тем более священник и монах я не имею права убивать людей согласно евангелии канонических правил православной церкви эти как ну он грамотный очень он еще и изучал английский китайский язык и грамотный что интересное первое такое встречал который десятью пальцами не глядя печатает и по-русски по-английски я по-русски печатал тысячи страниц а по-английски я не могу букву найти матфея 520 22 вы слышали что сказано древним не убивай кто же убьет подлежит суду а я говорю вам что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брату сына рака подлежит синедриону а кто скажет безумный подлежит гиене огненной и матфея 5 38 39 вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб а я говорю вам не протився злому но кто ударит тебя правой щеку твою обрати к нему и другую и далее шестой вселенский собор седьмое правило принятым однажды в клиеры монахом определили мы не вступать в ни военскую службу ни в мирской щен иначе дерзнувшие на сие не возвращающиеся со скоянием к тому что прежде избрал для бога придавать анафеме анафеме уже монах он был вот удивительное дело и от серьги радонежский двоих благословил эти его распорядиться это придан анафеме были бы пересветы ослябе тут не надо ничего и лакировать не надо я сегодня про это говорил кроме того как христианин я не имею права приносить присягу в ее современном виде поскольку она построена форме клятвы и в ней прямо присутствует слова клянусь клянусь а господь наш иисус христос прямо запрещает всякую клятву матфея 5 33 37 еще слышали вы что сказано древним не приступай к клятвы но исполняй пред господом клятвы твои а я говорю вам не клянись вовсе не небом потому что она престол божий не землей потому что она подножия ног его иерусалимом потому что он город великого царя с большой буквы не головой твоей не клянись потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным но да будет слово ваша да да нет нет а что сверху этого то от лукавого сказал да стой на этом нет значит нет присягу не принимаю ваше дело но у нас идут на альтернативную там больше за больными но дело в том что ни одного туда не призывает наших вообще не призывает выдают документы яхов 5 12 прежде всего братья мои не клянитесь не небом с не землею и никакой другой клятвою но да будет у вас да да и нет нет дабы вам не подпасть осуждению а о том же говорят святые отцы православной церкви он златоуст григорий богослов василий великий и многие другие в связи с вышеизложенным свидетельствую что я имею право служить в армии но только по гражданским специальностям санитаром подсобником и так далее не связаны с убийством людей то есть не заряжающим не корректирующим огня и так далее а также не принимая присяги то есть исполнять службу которую принято сейчас назвать альтернативной право на которой гарантируется и государственными законами согласно конституции российской федерации принято 12 декабря 1993 года статья 53 пункт 3 граждане на российской федерации в случае если его убеждение или вероисповеданию противоречит несение военная служба также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену и альтернативной гражданской службой а также согласно федерального закона о свободе совести религиозных объединениях а 26 сентября 1997 года номером 125 ф.з. статья 3 пункт 4 гражданин российской федерации в случае с его убеждением и вероисповеданию противоречит несение военной службы имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой но его взяли от него заявление больше ничего не было в армии он и не служил и притом но сегодня я только беру одно за один вопрос много уже времени прошло и на этом все слава богу